Сейчас будет исполнено сочинение Хершеля «Симфония». Для того, чтобы рассказать, что это за произведение, о чем оно, как оно очутилось в программе концерта, я приглашаю на сцену доктора филологических наук Галины Николаевны Трофимовны. Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом сочинении, об авторе. Если можно, об авторе. На самом деле, вот, сэр Уильям Хершель заслуживает того, чтобы о нем написать художественный роман, снять экранизацию и всячески учиться у этого человека. Потому что я даже все-таки взяла с собой шпакалку, как нерадивый студент, потому что боюсь что-нибудь про него забыть. С одной стороны, в энциклопедии две строчки. Сэр Уильям Хершель, немецкого происхождения, английский музыкант и астроном, и все. На самом деле, он родился в музыкальной семье, действительно, в Германии. И в 14 лет уже начал играть в полковом оркестре. Затем уехал в Англию. Бедствовал почти 10 лет, переписывал ноты. Но постепенно завоевал авторитет, стал признанным, известным музыкантом, композитором, исполнителем, дирижером. И за всю свою жизнь написал 24 симфонии. Это вторая половина XVIII века, то есть это барочная музыка. 24 симфонии, огромное количество концертов и других инструментальных оркестровых произведений. Но, увлекшись математическими основами музыки, он начал изучать математику и астрономию. И так этим увлекся, что, работая днем музыкантом, по ночам начал делать зеркала для телескопа, что привело его к созданию самого мощного телескопа на то время. И почти 100 лет никто не мог его превзойти. Когда он сделал свой телескоп, он стал по ночам изучать звезды. И за планетой Сатурн открыл планету Уран. Именно ему принадлежит это первенство. Но и тут он, естественно, уже не остановился и сделал очень много открытий в области астрономии. Его приняли в Лондонское королевское общество и Королевское общество астрономов. Георг III пожаловал ему титул сэра. И его приняли в Петербургскую академию наук, в Петербургское почетное общество. И дальше, до конца своей жизни, а он прожил долгую жизнь, и он умер где-то уже в 20-е годы XIX века. Вот он совмещал два этих увлечения, причем не просто совмещал, а достиг огромных высот и в том, и в другом. У нас его произведения не исполнялись. Так получилось, что мы начали искать ноты, проделали огромный труд, чтобы их найти. Связывались и с музеем в английском городе Бате, где его музей-квартира, дом-музей. С оркестром Лондона, который исполнил его произведение, записал диск. Но в конце концов, все-таки нам удалось найти эти ноты. Мы уже имеем в нашем распоряжении четыре симфонии, и вот одну часть из одной симфонии вы сегодня услышите. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлиум Гершель, симфония номер 2, Ре-мажор, первая часть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты